Никогда не ведем. Ну что это? Или что? Бог его знает. Я не понимаю. Может быть... Нет. Все-таки близнецы, они близнецы, они как-то едины. Ну не знаю, но тем не менее. Владимир Николаевич Гладченко нужен спортсмен в этой весовой категории. Естественно. Тем более, что оба спортсмена попадают как бы в шестерку. Немножко не совсем понятно, о чем думают тренеры, тем более спортсмены и руководители команды. Я думаю, там пересорились. У меня такое ощущение. Ну мы не знаем. Сейчас мы продолжаем наш репортаж. Уважаемые друзья, напомню, что репортаж ведет Дмитрий Леонидович, заслуженный треней страны, заслуженный мастер спорта, заслуженный треней страны, бронзовый призер Олимпийских игр, Аррамби Ибрагимович Емиш. Город Майкоп. А чего ты, Эр, так резко выражаешь? Аррамби. На М надо надавить. А мне нравится. Ну, мы не поминаем нашего героя некоторых передач, господина Бородача. Ну, тем не менее. В общем-то, вот смотрим. Борьба за бронзовую медаль. Представитель СКФО Шамилов. И Берлин. Бросает Берлин великолепно. Вазари оценивает. И продолжает. Вазари оценивает Дмитрий Мишин, судья из Санкт-Петербурга. И Берлин повел. Я так понимаю, что... Дима, обратил внимание? Так и хочется сказать Берлин. Берлин хочется сказать, но... Но Берлин. Берлин. Ну, собственно говоря... Ой, отличный бросок. Ну, просто. Ну, Япон с его ноги. С падением. Япон. Дает арбитр Вазари. По сумме двух Вазари. Берлин выиграет эту встречу. Два красивых броска, да, Дим? Да, великолепные броски. И увозит. И увозит медаль бронзовую в Сибирский федеральный округ. А на соседнем татаме победу, как и мы видели, одержал спортсмена Санкт-Петербурга Панаитов и завоевал медаль. По-моему, даже первую для Санкт-Петербурга. Хотя представитель Санкт-Петербурга сегодня будет бороться в финале в весовой категории до 81 килограмма. А завтра, завтра, уважаемые друзья, завтра у нас последний день наших соревнований. Завтра будет очень интересно.